СПОЙЛЕР СПОЙЛЕР Магнусов, которые с Кьюэром завозили всю команду врага на ХГ, я видел Рубиков, которые делали это с противниками один за другим, и даже Киперов видел, которые заталкивают одного-двоих врагов куда-нибудь на хайграунд, но господи, чтобы троих и на Клифф! Да и к тому же он даже не рассчитывал на такое, а скорее всего он просто хотел подкинуть врагов поближе к своей команде. Я теперь даже не знаю, что ещё можно сделать на этом персонаже, чтобы удивить меня ещё больше. Разве что всех пятерых затолкнуть Блайндинг Лайтом на Клифф. И следующий момент, и у нас Десембер Спирит, который находит Дазла под Гоуст-цептором, и естественно планирует его добить, но не тут-то было, у Дазла есть крест, и поэтому Эмбер Спириту приходится лететь на Ремнанд к себе на базу. Там, правда, Мартра успела кинуть клинок перед тем, как он улетел, но у него полный запас здоровья, так что он в полной безопасности. А, ну как я уже много раз говорил, в доте, даже если ты стоишь на базе, нельзя быть уверенным в своей безопасности на 100%. Нет, ну серьёзно, вы просто представьте себе впечатление Эмбер Спирита от того, что произошло. Вы такой пытаетесь убить Дазла, он кидает на себя крест, ну вы такой типа, ну ладно, и улетайте к себе на базу. Скорее всего, вы даже не заметили бы то, что Мартра успела кинуть в вас клинок, или подумали, что он не долетит, или ещё что-то, и такой стоите на базе, пьёте себе водичку из ботла, а про себя думаете. Ну даже если Мартра и успела кинуть клинок, то у меня уже полный запас здоровья, так что даже если он до меня долетит, то я всё равно выживу. И тут этот клинок прилетает вам прямо в глаз с критом на тысячу с лишним. Я думаю, что после такого у вас остались бы незабываемые впечатления, как, в принципе, и у тех, кто играл в этой катке. А теперь очень полезная фишка с новым персонажем, Андерлордом, которая поможет вам выиграть не одну катку. Для этого в вашей команде должен быть Пуч и Андерлорд. Пуч должен хукнуть Андерлорда во время его ульты, и после этого Андерлорд останется на том месте, откуда он делал телепорт, а все остальные телепортнутся в то место, куда он делал телепорт. И вы, наверное, уже готовы спросить, что это за дерьмо, и как это вообще можно использовать. Окей, я объясню вам. Представьте себе, что вы играете за Андерлорда со своим другом на Пудже, и у вас в команде есть какой-нибудь пидор, который собрал себе догон пятого уровня и постоянно тпшится с вами и ворует ваши киллы. И вы хотите со своим другом тпшнуться куда-то, чтобы забрать фраг, но при этом не брать с собой этого стилера. Для этого Пуч просто должен в нужный момент хукнуть этого типа во время ульты Андерлорда. И тогда Андерлорд, то есть вы со своим другом Пучом тпшнетесь куда хотели, а этот пидор останется на базе. Ааа, ладно, если серьезно я понятия не имею, как это дерьмо можно использовать, может быть вы в комментариях что-нибудь подскажете. А теперь давайте рассмотрим нечто более применимое на практике. Дайра отправились пушить голый трон команды Сил Света, но что-то пошло не так, и в итоге они проигруют файт, отдавшись вчетвером. Более того, что очень важно, ни у кого из них нет денег на байбэк. Зато у противника есть Эмбер Спирит, которому хватило бы 30 секунд для того, чтобы сломать всю базу команды Сил Тьмы. Оставшись единственным живым персонажем из Дайров, и находясь в пати вместе с Веномансером и Сларком, Скайрас, поняв, что сам он не отдефает базу, просто отключается. Но если вы подумали, что он просто так сдался, то вы ошибаетесь. Ведь на самом деле отключиться его попросили Сларк и Веномансер, которые находились с ним в пати. Как только Скайрас отключился, они продали парочку его итемов, и им сразу же стало хватать на байбэк. После чего они этот самый байбэк сделали, задефали бараки и убили Феникса и Эмбер Спирита, у которого уже не было денег на байбэк. Однако ради того, чтобы Эмбер Спирит мог выкупиться, никто из его команды левать не стал, и команда Сил Тьмы спокойненько проносит трон. Вот такая вот жертва Скайраса в виде нескольких игр Лоу Приора, ради того, чтобы его команда смогла выиграть эту игру. Пожалуй, нечастая ситуация, когда залив из матча можно похвалить. После того, как в посвященном интернешнл выпуске я показал, как игрок из ОУДЖИ в одном из матчей турнира ворует гем с базы противника, мне в огромном количестве начали присылать аналогичные моменты только из пабликов. Вот, например, Рикки, который даже уже спалился на базе противника, все еще тешит себя надеждой забрать гем из-под фонтана под смоками, но там его ждет неприятный сюрприз. Так что если вы задумаете подобную кражу, то перед этим убедитесь, что у врагов нету минера. Впрочем, у этого Рикки все с самого начала не очень-то заладилось. Сначала он спалился под вражеской башней, после чего слишком рано заюзал смоки, недостаточно далеко отойдя от той самой башни, в результате чего смоки просто сразу же спали. Ну и вишенкой на этом торте стал, конечно же, его эпичный подрыв на этом самом геме. Ну, точнее, конечно же, не на самом геме, а на минах, которые вокруг гема разложил минер. Вот так, решив перехитрить врагов, Рикки сам остался в дураках. Ну и напоследок у нас сегодня остался Рубик с Аганимом, который ворует ульту у Легионки. После чего туда подходит довольно неосторожный Вивер, который решает попытать удачу его, тут же дуэлит Рубик, совсем забыв, что у него есть Аганим. И хоть этот Вивер и был лох и п, никакого урона, кроме как от Рубика, до конца дуэли он получать не будет. И в итоге, благодаря этой особенности Аганима на ульте Легионки, Вивер перед смертью выигрывает дуэль у Рубика. В этом плане Рубик, наверное, даже немного сложный персонаж, потому что, когда ты собираешь Аганим, каждый раз должен вспоминать, с каким скиллом как Аганим работает. И это при том, что Рубик и так, в принципе, достаточно непростой персонаж. Ну, если вы, конечно, хотите играть за него по полной, а не просто ходить по карте и ворды ставить. В общем, в следующий раз, когда вы своруете ульту Легионки за Рубика, то перед тем, как её кинуть, вспомните, нету ли у вас Аганима. Ну и на этом на сегодня всё. Не забывайте ставить лайк на YouTube, если вам понравился выпуск, а также подписываться на канал. Если вы стали свидетелем какого-то интересного момента, обязательно присылайте его нам на почту. Всё о том, как это сделать, вы можете прочитать прямо сейчас на экране. Ну и, как обычно, все авторы, которые прислали моменты, которые попали в выпуск, получают по 228 рублей. Ну а я с вами на этом прощаюсь. С вами был Игорь Линк. До встречи на дне ровно через неделю. Всем пока!